МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стилист, дизайнер, шоумен и певец. В свое время честно отдал долг родине, отслужив в рядах советской армии. Тана Борисова, телеведущая и натуральная блондинка. Александр Панайотов, певец, для которого звание артист не пустой звук, а прежде всего ответственность и трудолюбие. Ева Польна, певица, автор песен, а кроме того, дизайнер мужской одежды. Денис Морозов, продюсер шоу Муз-ТВ, жена на прокат. И один из авторов идеи ненадолго выдавать Анфису Чехову замуж. Лена Ленина, писательница и светская львица, которую несколько лет назад французская пресса назвала самой известной русской во Франции. Катя Гордон, радио и телеведущая, писательница, режиссер, продюсер интернет-проектов. А еще она была в Антарктиде, когда она только все успевает. Наталья Гулькина, солистка группы «Мираж». Певица, которая когда-то покорила своим голосом не только многомиллионную Россию, но и полуторамиллиардные китайки. Маргарита Суханкина, еще одна солистка группы «Мираж». И бывшая оперная прима Большого театра. Вы в проекте «Мафия» на канале Муз-ТВ. А это значит, что вы попали в число 9 счастливчиков, которые приняли наш вызов и готовы проверить на прочность свою логику, наблюдательность, способность делать правильные выводы и отстаивать свою точку зрения. На столе колода карт, которая и определит вашу судьбу на ближайший час. Игроки сами выбирают себе карту. Если вы видите прицел с красной буквой «М», поздравляю! Вы член мафиозной группировки. Если прицел пустой, поздравляю! Вы честный гражданин. Двое мафиози будут знать своих собратьев, а честные жители будут в полном неведении. И им придется рассчитывать только на себя. Честные жители смогут победить только искоренив всю мафию. Запомните, верить в этой игре нельзя никому. Крупным планом лица участников. Ну, это наш то добрый ангел, то злой демон. В зависимости от его настроения. Сергей Зверев, здравствуйте. А что с меня-то начинаете прям? А с кого еще начинать в этой стране, Сергей? Да невозможно, круто. Да? Ну и что? И кто же за вас болеет, Сергей, сегодня? А за меня болеет Ляля, подруга моя. Она сейчас как раз с Милана приехала. Я говорю, что сидеть дома-то все равно? Денег всех не заработаешь. Это она вам привезла эту фуражку ватрушку. Здравствуйте, Ляля. Ну, вообще-то в такой фуражке Малон Брандо снимался. Замени там очень у него, знаменитая фотосессия, знаменитый фильм был. Поэтому не завидуй. Не буду. Здравствуйте, Ляля. Здравствуйте. Сергей Зверев, суперстар, вижу. Ему удачи, интуиция, чтобы его сегодня не подвозила, как всегда. О, горошек, горошек, прическа, прическа, как бы шагнула из фильма, не знаю, 17 мгновений весны. Ева Польна. Здравствуйте, Ева. Здравствуйте, дорогие товарищи, друзья и господа хорошие. Я бы сказала, Саша, что сегодня у меня образ не с 17 мгновений весны, а скорее с другого популярного киносериала. Угадаю, Кабаре. Нет, который подходит к сегодняшней нашей игре. Я бы сказала так, клан Сопрано. Помнишь, там такие тоже дамы были накрученные, с всякими макияжами, плечами, укладками. Вот, я решила быть в стиле, быть такой дамой из клана. Вот, надеюсь, вне зависимости от того, кем я сегодня буду, игра пройдет гораздо бодрее, чем в прошлый раз, где я участвовала в образе спящей красавицы. И вы, в общем-то, были мафией. Да. В прошлой игре. Да. А кто за вас болеет сегодня? За меня болеет девушка с прекрасным именем Эвелина. Евик, я так болею за тебя, так болею, что на самом деле заболела. На самом деле я знаю, что ты у нас девушка интуитивная. Сегодня у тебя настроение отличное, так что все будет. Знаете, ну, всякие про эту девушку думают, что она лидер тайного профсоюза блондинок в нашей стране. Могу вам сказать, что это не так. Это перекрашенный разведчик, друзья. Увидев, как она вогнала в краску на последней игре Дмитрия Деброва, я о вас говорю, Дана Борисова, здравствуйте. Благодарю вас, Александр. Да, вы заставили его занервничать вопросы моего жена. Он впервые, наверное, за карьеру не нашелся, что ответить. Да, ну, как видите, я уже давно не блондинка. Среди нас много блондинок, но я наиболее темная из них. Первый раз играю в эту игру. Буду все время смотреть на Сергея, потому что он сидит напротив, играет четвертый раз. Мне кажется, вот он мне будет подмигивать и показывать, что правильно, на кого указывать. Все время все путаешь. Ты все путаешь все время. Значит, и я буду путаться сегодня. Кто за вас болеет, Дана? А, за меня болеет Лера Тувина. Это мой менеджер и очаровательная блондинка. Дана, я хочу тебе пожелать, чтобы ты сегодня проявила свою целеустремленность, хитрость и показала, что у блондинок самая лучшая женская логика. Катя Гордон, теле и радиоведущая, мастер интервью. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Кто за вас болеет? За меня болеет сегодня Юля, красавица, блондинка, искусствовед. Катя, я знаю, что ты сильный игрок. Желаю тебе дойти до финала. Удачи. Большой при большой. Девушка и две страницы перечисления многочисленных и творческих профессий. Я лично ее запомнил только потому, что настолько у нее крепкий характер, что всегда угол падения на нее равняется углу отражения. То есть ничего не пристает и не прилипает к этой мощной блондинке. Лена Ленина, про вас речь. Здравствуйте. Здравствуйте. Как представить вашего болельщика? Его зовут Филипп. Лена, я желаю тебе удачи и уверен, что ты покажешь отличную игру. Здесь присутствует, как бы, эта группа, которая училась играть в «Мафию» еще во время поездок на БАМ, по-моему. Группа «Мираж» Наталья Гулькина. Спасибо большое. Кто за вас болеет? Здравствуйте. За меня болеет турменеджер группы «Мираж» Леон Квашов. Ну, Наташенька, я желаю тебе удачи, прислушаться к своей интуиции, и мы вместе всех победим.